Привет, с вами Павел Бахерев, теплоизоляция Чешуя. У меня в гостях Станислав Попов, признанный эксперт отрасли с 15-летним опытом работы. Всем привет! Станислав, давай сегодня поговорим про теплоизоляцию паропроводов. Это тема непростая, спрос и вопрос вообще, как их теплоизолировать, есть чем теплоизолировать. Поделись, пожалуйста, своим мнением. Ну, чем касательно представленных на рынке материалов сейчас, по сути, наиболее популярные и вообще известные это три материала. Это базальтовая вата, как данные цилиндры, ППУ и вспененный кучук. Есть еще пеностекло, но оно совсем паровоз стоит, поэтому о нем можно не говорить. Исходя из твоего опыта, чем лучше все-таки для паропроводов изолировать? Наиболее оптимальным вариантом, на котором делается практически 99% проектов, является базальтовая вата. Ну, то есть, тут уже как бы все это знают. А почему, допустим, не вспененный каучук, почему не пенополиуретан? Ну, при решении задачи любого проекта стоит вопрос некой такой оптимальности. То есть, вспененный каучук, вспененный пенополиуретан, особенно с учетом того, что в свете последних событий пришлось переантироваться на другое сырье, они имеют ограничения по температуре применения. А для того, чтобы... Второй параметр это то, что на паропроводах у нас толщина изоляции обычно большая. И, допустим, в случае со вспененным каучуком, там будет такая толщина каучука просто в трижды дороже. Понятно. А вот ты сказал, что есть ограничения по температуре применения. Да. Можешь как-то рассказать подробнее, в чем конкретно цилиндры из каменной ваты, получается, по этому параметру отличаются? Ну, у вспененного каучука и ППУ предел до 200 градусов, то есть это практически уже недостижимая для них цифра. В случае с базальтовой ватой 250 это будет практически стабильное вечное решение, то есть до 250 без дополнительных крепежных элементов цилиндр будет держать сам себя. И до 500-550 градусов с дополнительными опорными элементами, но такие объекты, конечно, встречаются уже не так часто. А вот основная часть трубопроводов, какой там температурный режим? Ну, пара проводов. Ну, мне кажется, что 95-97% проектов это 200, 250, 170, 160. И если брать ППУ, там некоторые производители заявляют 160-170 градусов, но нужно не забывать про то, что с ростом температуры происходит ускоренная деградация материала. И, соответственно, то, что для ППУ является пиком, для базальта, базальт на 200 градусов будет стоять даже не кашлять. Практически вечное решение, а ППУ при этом будет все равно дороже. То есть, я так понимаю, то, что большая часть паропроводов в температурный режим до 250 градусов, и это при этой температуре базальтовая вата может работать, а для, получается, вспененного каучка и пенополиуретана эта температура уже выше предельной. Да, то есть, если мы говорим про температуру горячей воды, 110-115, там, да, там каучук, ППУ еще как-то встречаются, хотя по цене они все равно дороже. А если мы говорим про температуру под 200 или варианты пропарки 200 градусов, то здесь у базальта, как бы, с точки зрения цены и эффективности просто нет актернативы. Хорошо. Давай теперь обсудим такой момент в зависимости от расположения паропровода. С каким покрытием правильно было бы выбрать цилиндр из каменной ваты? Ну, у нас, по сути, есть, наверное, три базовых варианта использования. Первый вариант – это когда паропровод у нас какой-то технологический или просто в помещении. Соответственно, в помещении, согласно СНИПу, допускается использовать фольгированный цилиндр. Фольга по АСП – это законченный покровный слой. Если у нас идет улица, то берется обычный базальтовый цилиндр, и поверх берется металлический кожух. И, собственно, это также получается вечное решение. И третий вариант, о котором, стоит так говориться, – это ИТП встроенное в здание. По отдельному документу там мы используем цилиндры с негорючей фольгой. Ну, это уже, получается, более такие частные случаи. Это уже нишевое решение, да. Общеупотребимые – это, получается, кашированные цилиндры, то есть с покрытием алюминиевой фольгой, либо цилиндры из каменной ваты без покрытия сверху закрываются оцинкованным кожем. Да, все верно. То есть этот набор элементов, с учетом того, что у вас есть еще тройники, отводы, заглушки, переходы, позволяет, как из Лего, собрать любое конструкторское решение, которое позволяет решить любые задачи. Хорошо. Давай подытожим, наверное, дадим какой-то совет людям, которые собираются теплоизолировать паропроводы. За счет чего они еще могут повысить энергоэффективность паропровода? Ну, первый, наверное, совет – это грамотно посчитать толщину изоляции, то есть разумный смысл. Второе – не экономить на толщине изоляции. И, соответственно, использовать хорошие материалы. И вот три этих критерия – они дают экономию очень быструю. То есть если мы говорим про горячее-холодное водоснабжение, ну, горячее водоснабжение, там окупаемость примерно года полтора изоляции. Если мы возьмем ваш базальтовый цилиндр, то окупаемость там считается днями. То есть 50-60 дней на паропроводе 180 градусов у вас окупятся затраты на изоляцию. Ну, плюс работа, но кто-то делает хозспособом самостоятельно. Соответственно, у вас за полтора месяца окупается изоляция, и дальше там идут просто колоссальные экономии по газу или электричеству, смотря в чем греют. Хорошо. Я бы еще отметил такой момент, то что сокращение количества щелей тоже приводит к уменьшению теплопотерь. Да, мы уже настолько привыкли к тому, что, собственно, тепловые замки на изделиях – это привычно. Да, сокращение количества щелей, то есть, соответственно, длина метр двадцать, она уменьшает количество крепежа, уменьшает количество стыков и, соответственно, возможных мостиков холода, что как повышает скорость работы, так и повышает общую эффективность. Ну, надо быть реалистами, у нас теплоизоляция – это обычно последний этап, когда уже оборудование запустили, опрессовали, чуть-чуть откатали, и вот неожиданно дедлайн был вчера. В этом случае это позволяет быстрее сделать монтаж, сдать объект. Хорошо. А по твоему опыту, сколько потребителей, которые обращаются к тебе, приобретают цилиндры с каменной ватой с готовыми заводскими фасонными элементами? А кто предпочитает изготовить их по месту? Процент есть? Ну, я думаю, что где-то 80 на 20, то есть 80% тех, кто обращается к нам и где мы считаем проект, они берут все как лего полностью в сборе, потому что это удобно, это быстро, есть куча плюсов. И есть определенный процент клиентов, у которых это, как правило, крупные предприятия, там, как правило, работают местные какие-то подрядчики, и они многие элементы изготавливают сами по привычке, но это как бы... Меньшая часть клиентов, но они присутствуют. Притом, и даже из них можно выделить еще часть, которую у нас отдельно заказывают отводы. Ну, потому что это... Если их там 2-3, это одно, а если у тебя, ну, грубо говоря, 57-я труба, и у тебя этих отводов там порядка 40-50 на объекте, естественно, это трудоемко. И тот, кто попробовал готовый фасонный элемент, он уже не хочет возиться с ним сам, потому что это трудночисы. Ну, опять же, заказать готовые фасонные элементы, да, то есть установить их на паропровод, это сократить количество щелей, потому что все будет вырезано аккуратно на заводе, соответственно, увеличить эффективность паропровода. Тут отдельно могу сказать, опять же, из опыта, то есть, если у кого-то не хватает бюджета, сначала берут примити, пробуют, смотрят, наблюдают, видят, как падают, скажем так, видят, как падают энергозатраты, и, соответственно, через полгода, год возвращаются к нам и добирают все остальное. То есть, доизолируют то, что не успели доизолировать, уже полностью с фасонкой совсем под ключ. Круто. В общем, если вам нужна теплоизоляция паропроводов, ну, в первую очередь, правильно посчитать, подобрать решение, подобрать правильную толщину, вот можно обратиться в компанию энергоизоляции к Станиславу. Или в компанию Чешуяк Павлов. Да, мы тоже умеем это делать. Все, спасибо.